Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Я вот сейчас собираюсь сделать очередную партию рассольника. И как обещала, я вам расскажу, как я его делаю. Но так как я вообще не представляю, как можно в процессе приготовления снимать кулинарные ролики, я вам просто все расскажу, покажу рецепт. И самое главное, расскажу, на что обратить внимание при приготовлении вот таких вот заготовок. Так, сразу хочу сказать, что я уже до этого говорила, что делать такие заготовки, например, сейчас вам покажу, я вот делаю и рассольник на зиму, и щи, и борщ, и еще там харчо делаю, еще какой-то забыла суп. Ну, короче, это не важно. Сейчас про рассольник. Делать вот такие заготовки экономически выгодно. Почему? Потому что у нас в эти заготовки уходит вся некондиция. То есть в щи уйдут все потресканные, может быть, даже там, на которые напались слизни, капуста, обрезать его, останется даже треть или четверть вилка, пошинковать, сделать щи на зиму. Все, больше никуда он не уйдет. В рассольник уходят все переспевшие, перезревшие томаты, лопнутые, корявые. Вот такие огромные огурцы. Вот я хоть и слежу за своими огурцами, но все равно мы, вот самые маленькие я в баночки солю, я рассортировываю, например, на три группы. Средние делаем малосоленые. Вот вчера сделали по ускоренному методу малосоленые, которые можно есть уже в течение, через несколько часов. Вот вчера вечером сделали, уже полбанки у меня сын съел. А самые крупные, которые, ну, по недосмотру остаются где-то под листами, за листами, вот такие огромные, которые никуда не идут, я угоняю в рассольник. Укладываю прямо в банку, сразу же, вот как собрала, положила в банку. Делаю покрепче рассол, 4 столовых ложки на банку. Через три дня они готовы, и можно из них делать рассольник. Можно делать рассольник из тех огурцов, которые остались с прошлого года. Например, какие-то вы не съели, может, даже с позапрошлого года, и вам и выбросить жалко, и кушать уже неохота, потому что свежий урожай есть. Пожалуйста, им прямая дорога в рассольник. Так вот, первое, это экономически выгодно. Потом второе, выгодно с практической стороны, потому что зимой, когда нет времени, я уже говорила, что перловые супы, почему эта перловка, она очень полезная для человека, очень часто нужно её употреблять, но мы не любим её готовить, потому что каждый раз, когда варить рассольник, нужно долго-долго вот эту крупу варить. Сколько там, ну за 20 минут она не сварится точно. А здесь мы убиваем двух зайцев, мы сразу на 8, например, на 7-8 порций, вот я делаю одну заправку, на 8 порций варим единовременно, а зимой нам остаётся только положить в воду картофелину, или тушёнку, или кусочек мяса, и потом эту заправку, в которой собрано уже всё, всё, что мы зимой не хотим долго пережаривать, надо же отдельно пережарить луковицу, отдельно пережарить морковку, потом отдельно огурцы потушить, отдельно, ну не отдельно, а сварить перловку. И поэтому приготовление рассольника, особенно молодые девушки, они как-то избегают, не хотят вот таких долгих, длительных приготовлений. Вот это с практической стороны очень выгодно зимой. Вытряхнул баночку в кастрюлю, всё, рассольник готов. Ещё что важно, это натуральность таких заправок. Вот в рассольнике, в котором томаты есть, присутствуют, я даже уксус не кладу, тут всё натуральное, несмотря на то, что это консервация, но это всё из свежих продуктов, можно сказать, сразу с грядки в банку, и зимой вы откроете, будет такой же запах и аромат, как сегодня, ничего там не добавлено. Обычно зимой люди готовят суп, уже нет томатов свежих, идут, берут или томатную пасту в магазине, или кетчуп. Там чего только не наложено в этих томатных пастах, она даже не из томатов, уже говорили, это уже доказано, что там помидор почти нет. И мы вот эти все консерванты магазинные добавляем в супы. Ничего вкуснее и полезнее рассольника, приготовленного именно в сезон, нет. Это самое хорошее. Ну и то, что он срок хранения, вот такие консервы, как, например, вот рассольник, для этого не обязательно холодный погреб, можно хранить просто в квартире. Вот это вот, я делаю повышенное содержание томатов там, и вот в томатах вот эта кислота, которая, она без применения уксуса, она очень хороший консервант. Хранятся и год, и полтора года, и два года. Ничего с ними не делается. Ну, конечно, лучше с сезона на сезон такие консервы не оставлять, потому что там все-таки перловка. Все вот это вот. А, еще хотела сказать про объем. Когда будете делать, обязательно учитывайте объем кастрюли, в которой вы будете готовить свой суп будущий. И, то есть, исходя из состава семьи. Вот у нас 4 человека, я расфасовываю в литровые банки, потому что там пол-литра мало на такую кастрюлю, там же и перловка, и все. Если у вас семья 3 человека, лучше делать 0,7 баночку, вы же делаете, наверное, трехлитровую кастрюлю. Если у вас всего двое, и вы готовите суп в маленькой кастрюльке, вот бывает в двухлитровой варят, но это маленький объем, то достаточно пол-литра, потому что если вы расфасуете, в литровую банку, у вас будет, как, на раз все не истратите, храниться она в открытом виде уже не может. Поэтому вот подумайте внимательно про расфасовку заранее, как, построите план, как вы будете варить, в каком объеме. Я вот борщи делаю в пол-литра, потому что там только свекла, морковь, лук и немножко томата, там нет ни капусты, ничего, потом же капусту уже добавляю. А вот такие рассольники, где наполнителей много, где, можно сказать, вся заправка для супа, только воду добавляемый картофель, то нужен более большой объем. Это литровая, например. Все, я начну по рецептам. Вот смотрите, у меня есть несколько рецептов. Я их собирала со многих журналов, но вывела, как соединила их некоторые, и свой сделала. Почему? Смотрите, вот рецепт номер 5. Рассольник с перловкой. Я сейчас подержу, чтобы вы смогли потом спокойно прочитать. И уберу, и расскажу. Тут соленые огурцы. Вот такая вот банка огурцов. Лук, морковь. Ну и зелень, все. И перловка. Также тут перловку хорошо разварить. Все я так делаю. Сполоснуть водой. Огурцы измельчить, потушить. Но здесь нет томатов. А томаты, как я уже говорила, это вот тот основной консервант, который сохраняет наши баночки очень-очень долго. Вот видите, у меня все в томатах. Я вот к этому рецепту, если делаю по этому рецепту, обязательно добавляю томат. Так, дальше идем. А, ну вот рассольник. Можно сделать даже со свежими огурцами. Так же все измельчить, помельчить. Может быть, вам этот подойдет. Но я сейчас скажу, как я делаю. Потом. Вот завтрак туриста закуска. То же самое. Если, например, из рецепта рассольника убрать соленые огурцы, то есть только лук, морковь. Тут даже перец есть. И томаты, все это потушить. Так, все, достаточно, можно убирать. Вот тот же самый рецепт. Перловка, лук, морковь, томаты. Только без соленого огурца. Можно также закатать. Это уже будет закуска, завтрак туриста. Но я соединяю вот тот первый рецепт, который без томатов, и этот, который без соленых огурцов. Делаю все вместе. Вот смотрите. Делаю килограмм лука, килограмм молокови. Болгарский перец я не кладу, потому что сейчас его еще нет. Если есть, то я его кладу. И 5 килограмм помидор. Вот это я все кладу. И еще кладу ту самую банку огурцов, которая написана вот там, в том рецепте. Добавляю пол-литра растительного масла. И все. Делаю точно так же. Вот этот вот рецепт рассольник. Это каждый может менять его по-своему. Например, если у вас нет, как я вот говорю, нет сейчас болгарского перца, но у меня много полупавшихся помидорок и много вот такого именно томатного мяса, я делаю вот так. Лук, морковь, соленый огурец, перловка и томаты. Когда будет болгарский перец, я добавляю болгарский перец. У кого, например, мало томатов, уменьшаете вот этот процент томатов или вот как здесь написано было, даже вообще они исключили томаты. Он, ну все, не заложилось, теперь не найду. А вот он. Если у вас, например, мало, проблема с томатами, то вот, пожалуйста, рецепт номер 5, он вообще без томатов. Ну, хочу напомнить, если с томатом заготовка, то можно делать вообще без уксуса. Я не добавляю. Когда много томатов, вот как там 5 килограммов, можете положить 3 килограмма. Если же вы без томатов делаете, то, скорее всего, нужно добавлять уксус, потому что хотя бы чуть-чуть, именно для того, что там же все-таки вот это и лук, и морковь, и перец, как-то нужно их обезопасить от того, чтобы банки не взорвались. Так вот. Ну все. Как варить перловку, все знают. Я беру 2 стакана перловки. Так, потом 6 стаканов воды. Отвариваю. Она набухает. Делаю это накануне. Делаю это накануне все. Она остывает за ночь. Утром начинаю. Лук порезала, обжарила. Туда же добавила морковь. Пошинковала, обжарила. Туда же добавляю огурцы или кубиками, или построгала, обжарила. Потом туда же добавляю томаты. Не обязательно 5 килограммов. Вот у меня 8-литровая емкость, такой чан, в котором мы плов варим. Я вот стараюсь, чтобы был полностью вот этот на 8-литровых банок. Потом добавляю туда томаты с таким расчетом, чтобы когда я добавлю перловку, будет все полное. Все. Все это закипит. Могу положить острый перец, могу не положить. Все остальное мы добавляем по своему желанию, по вашему вкусу. Кто не может острое есть, не ложите. Мы ложим и острый перец. И когда есть, например, добавляю туда же болгарский. Короче, рассольник, это все вот такой сборник, все, что у вас есть сейчас в огороде. Какая зелень, какая там... Вот. Как томатов много, ложите больше томатов. Если есть болгарский какой-то, например, ненужный вам, можно сюда болгарский перец и зеленый. Все. Надеюсь, вы принцип поняли, как варить. А все остальное, как обычно, закипает, раскладываю по банкам, закатываю, укутываю и до полного остывания оно у меня в укутке. Все. Вот этот у нас рассольник, куда уходит все-все-все. Все вот такие огурцы-громилы, лопнувшиеся томатики. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Если потом время будет, я вот расскажу, как мы делаем очень быстро, вот такой, очень быстрые малосольные огурцы, которые можно есть через 2-3 часа. Это тоже нужно, потому что иногда бывает, что в это время начинается какая-то вторая волна огурцов, появляются опять молодые, свежие. Вот жара у нас спала, у нас начали расти огурцы, нарастают и нарастают. И вот мы уже вроде как к свежим привыкли, начали снова делать малосольные. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это рецепт рассольника. Один из многих-многих заправок и закусок, которые можно делать с нашего урожая, потому что, как я уже говорила, главное не вырастить, а главное сохранить, сделать вкусно и полезно, чтобы зимой всем нам это понравилось, чтобы мы были довольны и чувствовали, что это награда за наш труд летний в огороде. Субтитры сделал DimaTorzok